Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем строить свой мега-маркет. Я тут, значит, немножечко позалипал вне записи, поисследовал. Сейчас у нас исследуются рестораны для того, чтобы мы с вами могли строить фастфуды, да. И первый мы с вами, кстати говоря, построим вот здесь вот. Он будет небольшой, но на первое время, я думаю, нам с вами более чем хватит его. Вот, и у нас уже исследовались поставщики одежды, насколько я понимаю, да. А это значит, что мы сегодня с вами будем строить, в первую очередь, конечно же, магазинчик с одеждой. Причем мы будем строить его не здесь уже, а в отдельной части. Вот тут новое здание у нас будет построено. Парковка будет как бы одна, понятное дело, парковка для сотрудников и, в общем-то, все остальное тоже. Но отдел это уже будет другой. Мы даже, наверное, соединим с этим вот, как бы, да. Поначалу будет магазинчик совсем небольшой, буквально пару, знаете, стендов, вешалок и так далее. И, кстати говоря, смотрите, видите, полочки пустеют потихонечку, да, ну, потому что ночью у нас просто сотрудник не трудится, который выставляет товары. Но, короче говоря, расхватывать товары у нас очень даже хорошо. И прибыли у нас идут тоже даже один раз за тысячу, смотрите, видите, по графику перевалило немножечко. Ну, короче говоря, все хорошо у нас с магазином, рентабельность у него отличная. 64%. Ну, короче, я думаю, что за 60, когда уже хорошо. Даже в зеленой зоне в любом случае хорошо, но чем больше, тем лучше, естественно. Вот, а сегодня мы строим свой магазинчик одежды. Там будет отдельная касса, отдельный кассир работает, соответственно, склад. Мы привяжем, наверное, этот же. Просто здесь, собственно, тоже сделаем выход в эту сторону. И магазинчик уже торговый сдал. Давайте построим. Так, нам нужен с вами фундамент. Я думаю, что, я думаю, что мы с вами, наверное, сейчас вот так сделаем. Посмотрим. Так, 10, 10, 11, наверное. Вот такой вот он будет, такого размера. Для начала. Для начала мы с вами построим вот так, а там уже дальше будет видно, сколько нам с вами нужно будет. Да, здесь у нас будет вход, получается. Даже давайте, знаете, как с вами сделаем? Даже, наверное, побольше вот сейчас сразу же сделаем. В длину, именно вот так вот, да, до конца парковочки. Пускай будет побольше рядов там и так далее, вешалок и все подобное. Хорошо. И, значит, нам с вами что здесь нужно сделать? Естественно, естественно, дверьки, да? Дверьки у нас, наверное, будут двойные тоже здесь сделаны. Большие, хорошие. Причем где-то здесь по центру вот так вот сделаем. Во. Все. Наш собственный, знаете, магазинчик со шмотками будет, конечно же, не китайский, только брендовые шмотки, друзья мои. Все, сейчас наши строители там это дело завершат. И мы, конечно, с вами ждем, когда наши офисные планктончики завершат нам ресторанные исследования, чтобы мы с вами могли построить фастфуд. Ну, а пока, естественно, мы с вами продолжаем торговать тем, что есть. У нас там опять какие-то праздники идут, книги. У нас пока тут тоже нет ничего. Вот, реденсы, косметика. Это у нас, по-моему, что-то из этого есть, поэтому будет хорошо продаваться. Ну, короче говоря, прибыли мы с вами ожидаем неплохие на сей раз. Вот. Я думаю, что все будет нормально. Давайте немножко помедленнее сделаем. Сейчас сразу двери здесь тоже настрою, где для персонала, где какие. Ну, даже, знаете, пока, несмотря на то, что один работник у нас все это строит, достаточно быстро-то все происходит. И, как бы, денежки потихоньку капают, и хорошо, в общем-то. Вот, сейчас мы опять в плюс уже пойдем потихоньку. Да. В плюс вышли. Это здорово. Опять видите, сколько народу. Три кассы работают, да? И причем вон они сколько. Нет, четыре кассы точно делать не надо, потому что, как раз-таки, такой режим самый нормальный. И в плюс идем, и, в общем-то, там все в порядке. Значит так, что мы с вами делаем? Мы здесь берем магазин, назначение, магазин. Это уже будет, естественно, другой магазин, не тот, который до этого был. Назначить, назначить... Не-не-не, магазин, все. Что ж ты делаешь-то? Отмена. Не-не-не, да, удалить, конечно, все. Это тот самый магазин. Вот, значит, теперь что нам с вами нужно сделать? Управлять магазином, назначить склад. Вот этот склад будет назначен для этого магазина. Все, хорошо. И здесь нам с вами теперь нужно расположить полки всякие разные. А именно, полочки нам нужны для одежды. Вешалка для одежды. Так, палет не нужен, стол не нужен. Свежие фрукты, кстати, и овощи мы можем продавать. Я что-то про это забыл. Слушайте, нам бы таких полочек в магазин бы сюда добавить куда-нибудь, да? Но пока, к сожалению, видите, места даже нет. Но мы можем расшириться всегда и добавить куда-нибудь еще это дело. Допустим, свежие овощи у нас будут продаваться вот здесь, именно на первом плане, да? А дальше у нас там уже уйдет все остальное. Ну ладно, этим потом займемся. Сейчас нам с вами нужно одежду намутить. Так, как у нас здесь это будет выглядеть? Во-первых, здесь нужна касса, да? Кассовый аппарат. Причем я бы, знаете, как сделал? Я бы... Что тут вообще можно такого сделать? Давайте посмотрим. Может, тут какие-то рамки, по-моему, были, да? Были какие-то рамочки. Так, устройство безопасности. А вот рамки. Они пока нам, к сожалению, недоступны. Так, вот это односторонние ворота, кстати говоря. Односторонние ворота. Но для этого, я думаю, нам нужно с вами сделать еще вот эту стенку здесь, как минимум, да? И чтобы они как-то проходили через это все дело. То есть заходили сюда, а выходили... Во-во-во-во-во-во! Выходили вот сюда, типа через кассу. Слушайте, а это можно сделать, наверное? Давайте попробуем. Смотрите, мы здесь ставим выход вот сюда, да? Получается. Здесь у нас будет вход с вами. А я могу? Нет, только, видимо, одна ставится, да? Угу. Но мы с вами сейчас вот так сделаем. Смотрите, берем стену. Здесь ставим стенку. Здесь тоже ставим стенку. И, в общем-то, вот и выход-то и будет. Оказалось, тогда нам с вами нужно построить будет здесь. Только я боюсь, что сейчас места тут будет не хватать, поэтому немножко по-другому тоже придется поставить. Но мы сейчас попробуем сделать. Попробуем так. А не, можно, слушайте. Можно, как бы, как бы, как бы можно. Но я думаю, осторожно лучше сделать вот так, да? Через кассу все будут здесь зато проходить вот таким образом. Прошел через кассу и ушел, типа, сюда. Ну, конечно, может быть, это полная ерунда. И лучше ворота все равно ставить. Это вряд ли поможет. Но, типа, типа мы с вами защитим хоть как-то, знаете, себя. И здесь у нас, мне кажется, очередь немножко обрезанная получается, да? Ну да, чуть-чуть обрезанная. Я думаю, что вряд ли сейчас прям такой дикий спрос у нас будет, прямо, знаете, на эти сразу, на шмотки. Но попробуем так для начала. А там уже дальше будет видно. Во, нормальная тема, мне кажется. Очень даже нормальная тема. Так, что нам с вами нужно? Нам нужна стойка вешалка для одежды, да, получается, здесь поставить. Я думаю, мы поставим с вами пока немного их. Ну, то бишь, как вот так. Раз здесь, допустим, да? Не знаю, сколько там всего пока видов одежды не очень понятно. Сейчас нужно будет глянуть. Давайте посмотрим. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, в принципе. То есть нам как бы две вешалки хватит. А, нет, подождите. Надо шесть вешалок, получается, на каждую вешалку по одному виду же, правильно? Здесь футболки, допустим. Да-да-да. Здесь рубашки. Здесь, допустим, жакеты. Дальше мы с вами ставим тогда, получается, еще стойки. Давайте раз, два, три. Ой, теперь точно хватит на все виды. Теперь точно хватит. Давайте. Здесь, получается, брюки, платье и пальто, да? Давайте брюки. Тогда здесь платье. И тут пальто пускай будет. Сразу все виды одежды мы с вами будем продавать. Ну, конечно, здесь мы с вами намудрили. Требуется кассир и грузчик. А, кстати, то есть грузчик здесь работает в любом случае другой, да, получается. Хорошо, сейчас мы с вами здесь наймем. Тогда давайте нанять кассира. Магазин тогда будет работать у нас с девяти до девяти, я так думаю, примерно так. Кассир, давайте смотреть. Так, кассир, кто больше всего подходит? Вот ты больше всего подходишь. Терпение, правда, у тебя фиговое. Угу, совсем фиговое, да? Блин, ну давай тебя тогда 64 года в магазине одежды, серьезно. Нет, друг, давай тебя наймем, хорошо. Наймем мы тебя, конечно же. Значит, магазин, начало работы в 8 и 12 часов ты работаешь. Вот. Таким образом, план, графика работы получается с девяти до девяти. Он работает 12 часов. Все верно, все верно. Прямо как надо. Прямо как доктор прописал. Так, ну и грузчика давайте тогда тоже наймем. Нанять грузчика. Грузчик, так. Ты у нас грузчик. Ну давай, хорошо. Будешь грузчиком. Будешь грузить. И работать ты у нас будешь... Так, работать ты у нас будешь со скольки? До скольки. Давай план, графика. Грузчик, я не знаю. Грузчик, наверное, 8 часов оставим в рабочий день пока что. Посмотрим, как у нас там пойдет вообще с одеждой дела, да? Будут. Может быть и не надо будет. Вот. Но здесь... Можно, конечно, дверь было переставить немножко подальше. Типа, знаете, и сделать такой прям коридорчик туда. Можно, конечно, сделать. Но я думаю, что по факту вообще этого сейчас не нужно. На самом деле это такие, знаете, уже просто как бы приблуды дополнительные. Но попробовать стоит, я думаю. Так, хорошо. Мы возьмем, знаете, как еще с вами сейчас назначение. У них здесь-то я уберу, наверное, назначение. Все-таки как бы не магазин, типа, получается уже вот так, да? Во. Вот так норм будет. Так будет хорошо. Так, ну что, пробуем, пробуем. Смотрим, когда там грузчики приедут, когда кто приедет. И посмотрим, как магазин с одеждой у нас будет вообще работать. И будет какой-то смысл в нем хотя бы. Не знаю. Надеюсь, что будет. Но в любом случае мы здесь с вами рентабельность. Посмотрим, да? Какая она будет. Главное, правда, будет в футболке. Главная категория одежда. Та-ра-та-та. Так, отлично. Одежду сюда уже приносят. Во. Грузчик работает. Но пока здесь, видите, людей нет. А еще здесь света нет. Так, ну это как бы работает, да. То есть они здесь, в общем-то, да, проходят как надо. Как мы с вами и планировали. Здесь зашли, здесь вышли. То есть тут они уже как бы не выйдут, получается. Так, ну что, потихонечку что-то, конечно, они покупают. Не то, чтобы прям, знаете, овер дофига всего. И чтобы нам такое большое помещение здесь нужно было. Но для начала, я думаю, сойдет. Конечно, основная у нас здесь маржа, скажем так, с вами идет, да. Ну все, здесь магазин-то и закрылся, в общем-то. Здесь магазин-то и закрылся, в общем-то. Так, а здесь что у нас получается? Здесь 67% все идеально. Здесь пока, видимо, непонятно, да, сколько чего. Так, а что у нас по поводу исследований? Много ли еще осталось? Да, достаточно много. Поэтому, ладно, будем ждать. Очередь полная до сих пор, представляете? 1900! Нихера себе! Вот это прибыль сегодня у нас, друзья. Вот это прибыль. 1900, неплохо. Так, ну что, нужно ждать еще одного, думаю, дня, когда будет работать наш магазинчик с одеждой, да? Давайте пока кое-что здесь полазим в нем. А, вот, все, 65% неплохо, слушайте. Неплохо. Нормально, я думал, будет хуже. Так, продолжить снести работы. Почему? Нет, нам нужно работать 12 часов. С 9 до 9, магазинчик 4, давай. Нет, не филонь там. Сотрудники теперь, план графика, смотрим еще. С 9 до 9 работает, все верно. А грузчик работает вот, да, 8 часов, все, больше не нужно. Отлично. Пробуем, смотрим. Как рентабельность повысится или понизится, если мы будем работать 12 часов? Я надеюсь, что повысится, потому что там люди после работы должны, по идее, заезжать в магазины, да? И, в общем-то, покупать все это дело. А еще, я, наверное, все-таки, знаете, как сделать? Здесь немножечко переназначим. В том плане, что, ну, чтобы свет здесь тоже был, а то как-то там темновато получается, некрасиво, во. А так должно быть, в общем-то, нормально, я думаю. Нам бы неплохо было с вами туалет еще поставить, конечно, для наших товарищей граждан, но то как бы где бы их сделать? Все, 9 часов, магазин открыт, пожалуйста, приезжайте, закупайте шмотками, у нас их здесь навалом. В принципе, можно туалет сделать вот здесь, я думаю, да? В этом помещении. То есть достроить здесь, у нас вообще есть возможность их строить или нет еще? Так, стройка, 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 дайте-ка глянем. Так, туалетики, туалетики, туалетики. Туалет, да, можно строить, слушайте, писсуар. Так, туалетная раковина, вот, пожалуйста, туалетная кабинка. Да, можно сделать, поэтому я думаю, что мы как раз-таки здесь сделаем. В принципе, здесь люди, по идее, ну, они же смогут зайти сюда, да, если им приспичит по нужде, я так подозреваю. Ну, либо сделаем отдельно, либо сделаем отдельно. Типа, вот тут, знаете, какой-нибудь коридорчик там пустим, еще что-нибудь типа того, и там туалеты будут у нас. Ну, а пока мы сами наблюдаем, что у нас по прибыли. Уже прибыль, в принципе, в плюсе, более-менее, да? Это хорошо, это замечательно. Еще, я думаю, что в этот магазин тоже стоит добавить и скамеечек, на самом-то деле. Давайте так и сделаем. Так, где бы их только найти. И аппаратов всяких разных, чтобы люди там тоже не бегали по 200 тысяч раз, да? Да и наш кассир этот местный. Так, думаю, где-то здесь. Сейчас мы найдем украшения. Вот, лавка, давайте. Поставим тут пару лавочек. Давайте вот здесь вот так сделаем. Дальше, что у нас здесь будет с вами? Ну, цветочки, естественно, давайте расставим по углам, что бы нет, да? Для красоты. И что-нибудь полезное. Во-первых, машины, давайте. Кулер, пускай здесь стоит, пускай люди пьют. Да, водичку у нас здесь поставим. Кулер. Так, пингвольная машина, аркадный автомат, банкомат. Нужен, я думаю, здесь, да? Давайте улепим банкомат и торговый автомат. Пускай здесь тоже стоит. Все. Вроде бы все для нужды, да? Для нужды наших граждан, наших работников здесь поставили. Поэтому должно быть все хорошо. Ух ты же, елки-палки. А у нас тут парковка-то беда совсем, да? Рестораны требуют. Ну, требуют, что поделать. Подождут. Подождут с ресторанами, потому что пока что, как бы, ну, не исследованы. У нас все в процессе, друзья. Все в процессе. Можно добавить, я думаю, слушайте, с такими прибылями, наверное, еще работников. Либо увеличить этим смену. Давайте попробуем этим смену увеличить. Так. Сотрудники. Сотрудники. Часы начала. Так. Давайте план графика работаем. Ты у нас начинаешь с девяти. Давай мы, наверное, тебя с восьми сделаем. С восьми до... До восьми. Двадцать часов поработаешь, ничего страшного с тобой не станет. Я думаю, с восьми до восьми. А ты у нас, получается, с одиннадцати до одиннадцати будешь работать. Во. Вот так вот. Все, нечего отлынивать им, да? Пускай работают. Пускай работают. Пускай, в общем-то, приносят нам полезности. Именно исследование, конечно же. Знаете что? Я подумал, что все-таки, наверное, сейчас сделаю твалет здесь. Хотя бы небольшой. Потому что, ну, как бы, нашим ребятам тоже нужно ходить куда-то. И поэтому пускай будет так. И посмотрим, как, кстати говоря, будет твалет действовать. Он будет ли действовать и на этих тоже. Либо они все будут... Ну, либо, короче говоря, только здесь будут ходить. Посмотрим. Давайте. Берем фундамент. Делаем здесь вот такое помещение. Семь на семь, получается. Я думаю, больше... Хотя, если мы будем два отдельных делать... Ну, пока, я думаю, совместные, типа, сделаем, знаете. Что там уж париться с кабинками просто поставим и все. Здесь у нас будет вход, получается, да? Тут сразу мы с вами дверь ставим. Так, нам нужна дверька. Дверь вот такая здесь пойдет. Все, давайте, рабочие товарищи, ваяйте здесь, пожалуйста. Нам нужен очень сильный туалет. Иначе, как бы, ну, сами понимаете, без туалета в центре торговом очень-очень плохо. А у нас уже практически, можно сказать, торговый центр, да? Потому что у нас много-много всего продается уже на лобазик. Явно это не тянет. Явно не тянет. Так, назначение. Туалет. Пожалуйста. Опачки. Туалет. Все, требуется туалетная кабина и туалетная раковина. Сейчас все это мы с вами тоже сделаем. Давайте, где у нас там чего? Пам-пам-пам-пам. Кабинка, пожалуйста, да? Давайте-ка покручим тебя только, наверное, сюда поставим. Или как? Давайте вот сюда поставим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, это пока что будет более чем достаточно. И раковина поставим вот сюда. Так, а почему? Вы должны поместить это на стену. Так на стену же, ну. Странная херня какая-то. Подождите, а почему сюда не ставится? Что за бред? Ну, ладно. Здесь так здесь. Давайте здесь три штучки сделаем. Я думаю, трех хватит, в принципе, да? Во, все. Туалет у нас, если что, есть. Поэтому, если кому-то нужно, можно сходить в него. Безвозмездно, что называется, да? Облегчить свою участь немножечко. И, в принципе, ну, пока туда особо никто не ходит, правда. Но я надеюсь, что в скором времени это изменится. Не зря, что мы его строили, правильно ли? Правильно надеюсь. О, уже кто-то был. Но был пока человек, который... Ага, наши товарищи пошли. Ну, все. Уже хотя бы нашим хорошо. Это уже здорово. Уже хотя бы нашим хорошо. И это клево. Я думаю, что, в принципе, мы с вами можем также расширить немножко парковку. Но я пока, честно говоря, не очень знаю, как. Потому что я бы, наверное, здесь тоже что-то построил бы вот в этой области. Но тогда обычным методом делаем с вами. Мы с вами делаем дорожку и строим здесь. Еще парочку парковочных мест. Так, парковка будет у нас здесь, естественно. Ну, и здесь тоже потом, наверное, сделаем. Посмотрим. Но машинам точно нужно с вами больше, чтобы вмещалось. Иначе просто-напросто никак. Пока сделаем и здесь парковку, и здесь парковку сделаем. Ну, и здесь, естественно, сейчас тоже сейчас он закончится. Только во, все, давай работай. Но реально машин очень много собирается у нас. И мы прям даже не успеваем всех, так скажем, обслужить. Но вот знаете, в чем беда? Тут-то у нас как бы работает уже, да? А тут, получается, туалета все-таки нету. Угу. Тогда мы, наверное, с вами сделаем еще отдельное помещение. Просто вот где-нибудь здесь, возможно, в этом закоулочке. Пускай здесь тоже будет туалет у нас небольшой такой, да? Чего бы и нет. И вообще нам, наверное, можно его поменьше было бы сделать. Такой он вообще сейчас здесь реально не нужен, как бы. Я думаю, что да. В дальнейшем, когда у нас будет огромный центр, я, возможно, попробую сделать, знаете, там всякие коридоры между вот этими магазинчиками. Прям коридоры закрытые там. Тогда будут творить прям как действительно в торговом центре. Но пока что приходится справляться, конечно же, тем, что есть. Давайте начнем здесь туда стройку, я думаю. Небольшое помещение совсем поставим тогда. Я думаю, там совсем большого не надо. Вот здесь будет дверька в туалет, как бы сюда можно зайти будет. Да, здесь будет, допустим, где-то мраковина у нас поставится, в других местах кабинки. Больше-то пока точно не нужно. Все, сейчас строитель начнет работать. Что у нас по поводу исследований? Давайте смотреть. Угу. Пока что еще не готово, но в скором времени... Во! Во! Видите парковка, как им пользуются спросом? Просто идеально. Просто идеально, блин. И прибыль хорошая идет. Ну, супер. Меня прям радует наш магазинчик, честное слово. Очень радует. Так, люди здесь могут посидеть. Они же, чем они здесь, в принципе, и занимаются. Сидят здесь, откисают, отдыхают. Здесь есть банкоматы, если что. Ну, все удобства, слушайте. Все, блин, удобства прямо-таки. Так, здесь готово. Давайте сразу тоже дверечку вбахнем, да? Где же дверьки? Вот такую дверь здесь сделаем, пожалуйста. И для туалета, конечно, зону назначаем. Так, туалет еще один, пожалуйста, здесь. Нам теперь следует здесь что сделать? Нам следует поставить... Так, отдельно есть туалет? Есть. Давайте сначала тогда с раковин начнем, потому что они как-то не везде, так понимаю. А, нет, здесь ставят, смотрите, странно, херня. Что там так залагало? Непонятно. Может, что-то не так сделал? Не знаю, что здесь не ставится. А у меня здесь назначение нормально сделано, ну да? Странная хрень. Ну, короче, ладно. Пофигу, поставили и поставили там. Давайте, значит, стройка. Здесь у нас помыть ручки можно будет, да? А, вот сейчас не... Как это работает? Почему? Я же на стене размещаю, камон. Странная хрень. Ну, ладно, короче, ставим здесь тогда давайте раковину. Во. И пару кабинок. Я думаю, больше-то пока, в общем-то, и не надо. Нам с вами, да? Реально, парочку так поставим. И все дальше уже, если там будет много народа забиваться, будем смотреть. И тогда будем достраивать еще больше. Но, я думаю, пока что будет более чем достаточно. Ну, что ж, друзья. Наш магазинчик держится с вами на плаву. Сами видите, прибыли все возрастают у нас, да? Плюс еще теперь одежду. Продаем по 12 часов в день. Скоро у нас будут свои фастфуды. Мы поставим первый здесь. Ну, и будем расширяться, конечно, потихоньку. Будем делать больше касс. Вообще, на самом деле, все бы перестроить по-хорошему. Но я боюсь, что на все просто денег просто не хватит. Поэтому будем аккуратно и потихонечку все это делать. А именно, я хочу кассу поставить вот так вот. Соответственно, ряды расширить туда. И здесь тоже такими вот пользоваться специальными проходами. Я думаю, что будет очень интересненько. Ну, что ж, друзья. На этом пока мы с вами завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставить свои комментарии, нажимать на колокольчик. И увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого. Пока-пока.